У Дины Кравченко газа в доме не было больше 50 лет. Полвека жителям поселка Шпалозавод приходилось таскаться с баллонами. Так это называют местные. Кто помоложе, ездили за 3-9 земель заправлять сами. Кто постарше, нанимали машину. И такая история есть у каждой семьи. Я здесь живу 47 лет. Это все без газа мы. И моя бабушка жила здесь. Все без газа. Ну то есть сколько существует завод, столько все эти дома без газа. Хотя мы кругом в газовой развязке. Кругом здесь на заводе есть газ, вот там есть газ. А здесь вот газ как-то нам. Теперь работа у поселка Шпалозавод кипит. Бульдозеры мируют землю, готовят траншею для газопровода. Жители называют это никак иначе. Случилось чудо. Чудом этим стала компания «Зеленый сад». Как рассказал Андрей Казаков, директор управляющей компании «Зеленый сад. Мой дом», группа компаний всегда выступает застрельщиком там, где в течение долгого времени жители не могут решить накопившиеся проблемы. В данный момент совместно с Горгазом, совместно с администрацией разработана дорожная карта по газификации данного района. На сегодняшний момент этап номер один – это заполнение подземного газопровода и врезка в некоторую часть домов по поселку Шпалозавод. Задача первого этапа – подключить все дома поселка. До Нового года в приоритете многодетные семьи и ветераны. А уже после и весь поселок. Очень даже обидно, что данный поселок находится в 15 минутах ходьбы от нашего малого центра, но до сих пор нет газа. Пользуясь своими возможностями, мы оказываем финансовую помощь в организации газоснабжения внутриквартирного, организации проектных изыскательских работ. Поэтому мы хотим, чтобы у людей, у наших жителей была, наконец, достойная жизнь. Задача номер два – провести тепло в каждый дом. Но для того, чтобы изменить технологическую карту, нужны согласования. Но строители обещают, что уже до июля все работы по теплоснабжению будут выполнены и жить здесь станет комфортно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.